Меня зовут Умникова Екатерина, и я являюсь научным сотрудником Института экспериментальной медицины. Да, это тот самый доблестный институт, в котором трудился еще и Иван Петрович Павлов. И, в общем-то, продолжается добрая традиция находить средства лечения, находить средства, которые могли бы облегчить страдания больному, например, и всякие такие вещи. В общем, я имею честь представлять этот институт и тоже делаю что-то полезное. Я занимаюсь разработкой новых антибиотиков, антибиотиков нового поколения на базе антимикробных пептидов. Это такие маленькие белковые молекулы, которые способны убивать микроорганизмы. Ну, о них я немного подробнее в своем выступлении тоже расскажу. Ой, да, вот этот слайд представления. Запоздал. Итак, может быть, из вас кто-нибудь, что-нибудь… О! Я так поняла, что многие из вас знают, что это за приложение такое занятное, да? А поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что это за приложение. О, здорово! Спасибо большое. На самом деле, да, очень забавное приложение. Для тех, кто не в курсе немного, я расскажу, в чем суть. Дело в том, что это приложение называется Чума. Вот здесь переводится английского. Это слово, плак. И цель стать микробом, заразить весь мир и его убить. Ну, такая вот очень добрая игра. Значит, что нужно сделать? Нужно выбрать, какой ты будешь инфекцией. Это может быть бактерией, вирусом, грибком и так далее. После этого выбираешь страну, с которой начинаешь распространение. И после этого ты, значит, какой-то микроб, ты должен развиваться, чтобы заразить весь мир. И ты можешь вот всякими разными способами передаваться. То есть, допустим, развивать способности передаваться каким-то способом. Тут, в общем-то, какие у тебя есть фичи. То есть, можешь там холодоустойчивый быть, теплоустойчивый и так далее. В общем, всякие такие нишнички. И также можно вызывать разного рода симптомы, симптоматику. И тут тоже можно развивать, получая очки за зараженные страны. Ну, в общем-то, это очень такая интересная, забавная игра. И целью ее является завоевать, убить весь мир. Но на самом деле это все очень весело и забавно, пока микробы не начали с нами действительно играть в такую вот игру и вот так же быстро. Вообще, когда мы говорим микробы, что мы под этим подразумеваем? Подразумеваем мы под этим различного рода микроорганизмы, которые мы глазом не видим, но видно прекрасный их микроскоп. И это прежде всего бактерии безъядерные. Вот они вот такие вот красивые, симпатичные, палочковидные. Но это не только бактерии, на самом деле. Есть еще микроскопические водоросли, есть еще грибы. Иногда к микроорганизмам относят вирусы, но на самом деле это не совсем правильно, на мой взгляд, поскольку вирусы в классическом понимании это не живое. Поэтому вирусы к микроорганизмам мы относить не будем, поскольку это не совсем верно. На мой взгляд, наиболее важными здесь и наиболее существенными для нас микроорганизмами, микробами являются бактерии. И о них мы поговорим. А я объясню, почему. Вот только вот хотя бы вот если представить, что в нашем кишечнике где-то приблизительно, ну где-то от 300 до 1000 видов живет бактерий только в кишечнике. Масса этих организмов 1 килограмм, то есть мы с собой еще носим в кишечнике 1 килограмм бактерий. И численность этих клеток, которые вот как раз 1 килограмм, они, численности клеток больше в несколько раз, то есть превышает на порядок численности клеток наши собственные. То есть, честно говоря, непонятно, кто вас, кто привел сюда кого, да, то есть вы бактерии или бактерии вас сюда привели. И это вообще только кишечники. То есть мы не берем другие слизистые, там их тоже очень много. То есть вы понимаете, что мы просто резервуар для бактерий, такие мешки с микробами, если можно так сказать. Вообще, что же это за организмы-то такие хитрые? Ну вот они имеют такое простое строение, на самом деле это клетка, у нее есть оболочка клеточная мембрана, у нее есть цитоплазма, что ее наполняет, и в общем-то там плавают всякие органоиды. И есть генетический материал, который представлен ДНК. Вот она вот, вот эта вот ДНК там плавает. Вот такие вот просто устроенные организмы, они бывают не только такой формы, они бывают и вот такие кругленькие, коки, бывают спирилы, всякие со жгутиками. Живут они иногда поодиночке, иногда вот такими вот маленькими скоплениями, колониями, и живут они повсюду, совсем повсюду. И среди них, конечно же, есть хорошие парни, есть плохие парни. Парни хорошие, которые нам помогают, они делают нам различного рода продукты питания, они помогают нам добывать витамины. У нас в организме многие не вырабатываются, например, группы В и кишечные бактерии наши, они нам помогают в этом. Но, как вы понимаете, если есть хорошие парни, есть и плохие. Так вот, плохие вызывают разного рода неприятные заболевания, в том числе и трудноизлечимые, и вообще симптоматика жуткая бывает иногда. Это, например, вот чума, сибирская холера, дифтерия, сифилис и многие другие радости, которые вызывают бактерии, которые вызывают. В общем, с этим тоже мы всегда боремся, что-то нужно делать. Но, как вы понимаете, бактерии вообще везде, повсюду, но заболеваем мы не всегда, если встречаемся с ними. И нам в этом что-то помогает. А помогает нам вот как раз иммунитет. Иммунитет — это целая система, которая состоит из органов, которые продуцируют, в которых созревают соответствующие клетки, и клетки потом производят молекулы иммунитета, которые, собственно, являются такими эффекторами, за счет действия которых как раз осуществляется удаление инфекции из нашего организма. Вот условно вся эта большая система, состоящая из органов клеток молекул, делится на два компонента — врожденный иммунитет и приобретенный. А врожденный иммунитет у нас есть с рождения, то есть есть набор клеток и молекул, которые у нас, значит, развитие их заложено генетически, и это у нас есть прям с рождения, то есть есть клетки и молекулы, которые способны сразу реагировать на инфекцию, не нужно никакого времени ожидать, в общем, такие наши защитники. А есть приобретенный иммунитет, который действует уже в ходе нашей жизнедеятельности, мы встречаемся с различного рода инфекциями, и к ним потом может выработаться приобретенный иммунитет, то есть при повторной встрече мы не заболеем, поскольку уже сформировалась защита. Вот это приблизительно так функционирует приобретенный иммунитет. Так вот клетки, которые нам помогают, клетки врожденного иммунитета, здесь вот нарисованы, это белая кровяная клетка, нитрофил, она гоняется за бактерией. Вот маленькая такая бактерия, она за ней гоняется, химические сигналы выпускает бактерия, которая распознает нитрофил и потом так вот поедает. Но только он может не одну клетку лопать, а прямо даже скопление, то есть прекрасно нас избавляет от инфекции вот таким вот образом. Но бывает так, что наш иммунитет почему-то оказывается бессильным, не работает и организм заболевает. И для борьбы с различного рода такими вот инфекциями нужно было и раньше и сейчас искать лекарства какие-то. И Пауэль Эрлих, вот ему принадлежит идея о магической пули, то есть которая будет убивать инфекцию, убивать бактерию, но не будет трогать наши собственные клетки. И вот он перебрал 606 соединений, там какое-то бензольное кольцо и мышьяк, я вот четко сейчас не вспомню, но тем не менее он упорно и долго пробовал различные препараты от сифилиса, в итоге ему удалось получить такой вот препарат, который там спас тысячи жизней, но также конечно он некоторых убил, об этом тоже не стоит забывать, побочные эффекты все равно есть. Но тем не менее вот один из первых людей, очень крупный иммунолог, очень важный, поэтому именно его на банкноте 200 марок изобразили в свое время. А после этого уже, после него, буквально спустя 30 лет, Александр Флеминг открыл пенициллин. Но эта история, я думаю, довольно-таки известная всем, что на чашке Петри с бактерией вырос гриб пенициллум и в том месте, где вырос гриб, бактерия не выросла. И Александр Флеминг, собственно, искал причину этого и вот нашел в итоге антибиотик. Первый антибиотик. Итак, что же такое антибиотики? Антибиотики – это вещества микробного, животного, растительного или синтетического происхождения, которые способны подавлять рост определенных клеток, но не обязательно бактериальных, а также вызывать их гибель. Вообще, как же они работают? Они убивают бактерии. Как они работают? Тут такая вот схемка. Это клетка бактериальная, упрощенная очень, конечно. И я покажу мишени, основные мишени антибиотиков. Первое мишени – это клеточная оболочка, то есть разрушение клеточной оболочки, возможно. Нарушают антибиотики многие синтез белка, то есть это внутриклеточные процессы уже. Также нарушают синтез РНК, синтез ДНК, то есть вы понимаете, это генетический материал, работа с генетическим материалом внутри бактерий тоже нарушается. А также некоторые антибиотики способствуют тому, что препятствуют синтезу клеточной стенки, то есть вот защитная такая оболочка клетки бактерий, то есть она иногда может лишиться при действии определенных антибиотиков. Ну вообще здорово, да, столько мишени, можно действовать на любую, бактерия умрет. Почему? В чем дело? Почему устойчивость к ним образуется? Дело в том, что бактерии очень быстро делятся, буквально раз в 30 минут кишечная палочка может поделиться, и в результате этого она воспроизводит свой генетический материал, то есть копирует ДНК, и в результате этого копирования возникает множество мутаций, то есть ошибок копирования. И в результате, что к этому приводит? Часто, вообще не к чему, но бывает и так, что меняется структура какой-то мишени, какого-то белка, какого-то фермента, на который действовал антибиотик. Вот, например, здесь у меня схемка показана, фермент синтеза белка, вот на него действовал антибиотик. То есть когда взаимодействовал фермент синтеза белка с антибиотиком, он как бы, этот фермент отключался, бактерия не получала какой-то белок, и ей было очень плохо, поэтому она погибала. Но в случае мутации может произойти следующее. Фермент этот изменится, то есть это белок. До этого была ошибка генетическая, то есть фермент изменился, и антибиотик, который вот был на этот фермент, который выключал этот фермент, он больше не действует. Вот так вот и получается устойчивость как раз формируется, устойчивость к лекарственным средствам. Но вы скажете, что мутации не так часто вообще происходят, да, и часто они вообще ни к чему не приводят, или там гибли организма, или что-нибудь такое, там страшное может произойти. На самом деле часто бывает так, что одна бактерия может передать генетический материал другой, и в этом генетическом материале уже будет устойчивость, генустойчивость к антибиотику. То есть вы понимаете, что вот одна бактерия, которая была генустойчивость к антибиотикам, передала ее другую бактерии, и все здорово, теперь у них У обеих есть устойчивость к антибиотику, ген, устойчивость. В общем, это довольно-таки проблематично, поскольку это происходит не так быстро, конечно, но довольно быстро, и таким образом гены распространяются среди бактерий. А вот недавно был в Гарварде такой эксперимент проведен, когда на чашку Петри высевали бактерий, и были разные зоны концентрации антибиотиков. Вот здесь вы видите, здесь не было антибиотика, здесь антибиотик в одной концентрации, здесь 10-кратная, 100-кратная, 1000-кратная. И высевали бактерии, бактерии росли здорово, весело, потом некоторые из них, не все, только некоторые, давали ветви уже в те зоны, где концентрация антибиотика довольно-таки высокая была. И вот, собственно, что происходило. У них постепенно формировалась устойчивость к антибиотикам, то есть они делились, мутировали, и постепенно-постепенно появлялась у них устойчивость. И вот там даже, вы видите, тысячекратная доза антибиотика. То есть опыт не так долго длился. То есть, вы понимаете, даже в экспериментальных условиях это не так долго происходило. Но, тем не менее, тысячекратная доза антибиотиков и бактерии устойчивые. Вообще, это такой забавный довольно-таки пример эволюции, как происходит. То есть вот какой-то потомок бактерии дал ответвление, тут не получилось у них ничего, какую устойчивость сформировать, а здесь вот получилось. В общем, довольно-таки забавно, но одновременно с этим страшно, потому что тысячекратная доза антибиотиков, ну это, вы меня извините. И периодически, буквально раз в полгода, получаем вот такие вот новости о том, что вот, появилась супербактерия, на которую не действуют даже самые мощные антибиотики, которые мы сейчас используем, вот полимексин, например, Е. Вот появилось недавно сообщение о том, что вот, в США нашли такую бактерию, которую не убить полимексином Е. В общем, это довольно-таки страшно и грустно, потому что грозит всякие его роды эпидемиями, и, не дай бог, пандемиями. А вот грибки туда же, это не бактерии, правда, но тоже микроорганизмы, которые тоже вызывают всякие его роды инфекции и тоже устойчивость приобретают постепенно. В общем, это все настолько серьезно, что даже страны ООН начали объединяться против этого всего и формировать различного рода программы, собственно, для того, чтобы сократить число этих устойчивых штаммов, устойчивых к антибиотикам в различных штаммах, и, в общем, принимают меры. Ну, в общем, так вкратце мы поняли, кто виноват. Такой вот вопрос из русской классики, да? Но теперь следующий вопрос, что делать? И давайте мы будем отвечать постепенно на этот вопрос. Есть несколько вариантов ответа у меня, и вот я начну с первого. Создавать мощные аналоги на основе уже существующих антибиотиков, либо на основе природных соединений, которые можно использовать в качестве антибиотиков. И одним из таких соединений являются как раз антимикробные пептиды. Антимикробные пептиды — это маленькие белковые молекулы, которые могут убивать микроорганизмы, которые убивают бактерии. И интересно, что они различные структуры бывают и встречаются в различных организмах. В том числе и у нас они есть. И более того, в нашей лаборатории были впервые описаны многие антимикробные пептиды, которые вот сейчас дальше исследуются, продолжается их исследование. В общем, как они работают? А работают они на самом деле почти как антибиотики вот такие вот мощные, которые делают отверстия в мембране, в оболочке бактерий. Вот смотрите, пептид попал на оболочку бактерий и начинает делать там отверстия, начинает делать поры, через которых вытекает содержимое бактерии. Бактерия гибнет от того, что она продырявливается просто многократно. Ну, в общем-то, хороший такой способ, довольно-таки эффективный. То есть он действует, вот это вот действие пептида сравнимо с действием молекулярной пули. То есть вот так вот продырявливает, и бактерия от этого не спастись никак, и она от этого погибает. Это хорошее соединение для того, чтобы создать антибиотик нового типа. Ну, собственно, я над этим и работаю. Что еще можно сделать? Можно использовать альтернативные способы. Один из таких альтернативных способов – это использование естественных врагов бактерий. Естественным врагом бактерий первое, что приходит в голову, это бактериофаги. Это вирусы, которые поражают бактерии. Это очень интересные микроорганизмы, о них мы посмотрим ролик чуть позже. А также можно использовать другие бактерии. Неудивительно, что у даже таких маленьких бактерий есть свои паразиты, свои такие вот организмы, которые мешают им жить. Это тоже по-своему интересно, и об этом тоже я чуть позже расскажу, о действии этих бактерий. Вот сейчас хотелось бы загрузить видео. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пожалуйста, кликните кто-нибудь на… Вот, спасибо. Вот это вот, собственно, бактериофаги, вот эти частицы. Вот так вот он выглядит. У него есть такая вот головка, которая содержится, генетический материал, ДНК, как правило, там, или РНК. Есть такой вот хвостик. Вот так вот он плавает, после этого распознает мишень, то есть распознает бактерию, прикрепляется к ней и выпускает свой генетический материал. После этого он начинает там размножаться, то есть копировать свою ДНК, собираться в другие вирусные частицы. Понятно, что бактерия это мешает. Вот, вот и новые вирусные частицы выходят из бактерий, клетка погибает. По-моему, очень крутой способ, очень специфичный, поскольку бактериофаги в основном действуют на вирусные, на бактериальные клетки. То есть хороший способ, и действительно его сейчас используют, даже у нас в России, в Польше и в Грузии используют препараты на основе бактериофагов, которые лечат там в основном какие-то страшные возбудители, они, по-моему, там 50% случаев вылечивают, даже самые безнадежные случаи заболевания людей. Ну, в общем, как-то используют. Ну, как вы понимаете, на Западе, конечно, все это запрещено. И максимум, что используют на Западе, это вот бактериофаги для консервации. Они обрабатывают продукты питания, как правило, это молочные либо мясные продукты, обрабатывают вирусами, этими бактериофагами для того, чтобы дольше сохранялся продукт и было меньше отравлений, потому что элистерия и сальмонелла вызывают страшные отравления. Вот, теперь поговорим немножко о других микробах. Вот недавно совсем было исследование о том, что вылечили пневмонию у крыс, заражая их еще одним видом бактерий. Вот, ну, очень забавно, на самом деле, просто эти бделловибрио, которыми заражали крыс дополнительно после того, как уже заразили их пневмонией, они уничтожили эти бактерии, которые вызывают пневмонию. Ну, по-моему, очень элегантно и прекрасно. Но есть еще такие вот, по-моему, даже это, по-моему, это были японские ученые, потому что я не удивилась, собственно, способу их борьбы с другими бактериями. Они сделали бактерию Камикадзе, генетически модифицировали бактерию Еколи, кишечную палочку, сделали так, чтобы она синтезировала токсин такой же, какой синтезирует эта бактерия, это бактерия синегнойная палочка, и когда этих бактерий, производящих токсин синегнойной палочки, становилось много, когда их выпускали синегнойной палочке к самой, то они разрушались, погибали. Тоже довольно-таки интересный механизм, как это все происходит. Есть еще один ответ на вопрос, что делать. Ну да, хорошо, создавать антибиотики, это прекрасно, здорово, но нужно также очень правильно их использовать и в медицине, и в сельском хозяйстве антибиотики используются. Чаще всего, часто очень происходит неправильно. И вот, значит, Всемирная организация здравоохранения целую компанию запустила по этому поводу, чтобы правильно люди использовали антибиотиков. Вот они проводят неделю правильного использования антибиотиков, на прошлом году проводили, вот осенью как раз в это время. И вот выпускали такие постеры, да, что вы можете сделать для того, чтобы антибиотики использовались правильно, если вы медик, если вы работник здравоохранения, если вы производитель сельскохозяйственных продуктов, или если вы, это просто вы, то есть что можно сделать самому, чтобы антибиотики использовались правильно. Вот если будет время, там как-нибудь зайдите на сайт ВОЗ, пожалуйста, почитайте, информация довольно-таки актуальная, очень важная. Есть еще один, вот как раз вот к этому, что можем сделать мы, да, есть еще один ответ на вопрос. Что можно нам делать, чтобы не заболевать, чтобы при заболеваниях мы не употребляли антибиотики, чтобы после этого устойчивость к антибиотикам не развивалась. Нужно просто соблюдать какие-то простые очень правила, да, нужно просто правильно регулярно питаться, спать по 6-8 часов, ну да, это, конечно, роскошь, но все равно нужно стараться. Не забывать о физических упражнениях, а также избегать различного рода стресса. Вот, ну и тогда антибиотиков, соответственно, вы использовать не будете, и будет все прекрасно заболевать, тоже вы не будете тогда, если вы будете все это правильно соблюдать. Вот, вообще, на самом деле, я очень люблю место своей работы, очень люблю то дело, которым я занимаюсь, и вот в таких вот заключениях хочу сказать, что я буду делать все возможное, чтобы создать такие антибиотики, который был бы действенен, и к нему не развивалась бы устойчивость со стороны бактерий, может быть, у него еще какие-нибудь полезные свойства появлялись бы. И хочу обратиться к вам и сказать, что не важно, где вы работаете, да, не важно, на чем вы работаете, ну, пускай это будет старая какая-то техника, либо это будут какие-то новые механизмы или машины, не важно, работаете вы с неживыми молекулами, или неживыми объектами, или живыми, такими вот забавными и милыми, важно все, что вы делаете, делайте, пожалуйста, с любовью, и вам это вернется, и будет вам успех, а я сделаю хороший, полезный антибиотик. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Епатерина, прям я тут недавно переболела и увидела, что со мной происходило на детальном уровне, просто вах. И сейчас, пожалуйста, да, поднятая рука, у кого есть вопросы, микрофон буду передавать. Добрый день, меня зовут Александр. Два вопроса есть, если не против. Александр, меня зовут, если не против, два вопроса. Первый вопрос касательно антибиотиков нового поколения. Буквально сегодня видел новость о том, что китайцы разработали новый антибиотик, который действует на многие виды бактерий путем воздействия на другие области, не те, на которые действуют традиционные антибиотики. А в чем, собственно, была сложность, почему нельзя было разработать такие антибиотики раньше? Почему все антибиотики действуют на одну и ту же область клеточной стенки бактерий? Да, благодарю за вопрос. На самом деле, процесс познания, он такой вот бесконечный. Нашли какую-то самую удобную мишень, да? То есть вот обнаружили, вот это выключим, все, ничего не будет, здорово. И будем туда же вот стрелять каждый раз. Да, я тут не указала на самом деле одну из мишеней, ну это как-то даже намеренно. Иногда антибиотики действуют на метаболизм внутри клетки, то есть на внутриклеточные процессы, которые связаны часто с фолиевой кислотой, то есть которая производится в организме бактерий. То есть это, в общем, их какие-то собственные жизненные процессы, которые весьма специфичны тоже так же. И очень здорово, что китайцам удалось открыть еще одну мишень. В процессе познания биологии микроорганизмов можно такое вот получать. И это очень здорово, что вот есть такие вот работы, которые позволят обходить вот эти все. Бактерия ведь обходит часто все эти пути, правильно? И нужно, чтобы находилось больше путей, которые бактерия не сможет обойти. Было бы здорово. Но в чем трудность? Это вот именно процесс познания, проб и ошибок. Не знаю, до этого думали, что это соединение не очень важно, либо белок не очень важен в функционировании бактерий, а потом оказалось, что выключили его, грубо говоря, мутацией. Оказалось, что ой, да он вообще важен очень. И потом химически просто его инактивировали, вот как с помощью антибиотиков, как сделали китайцы. Спасибо за информацию. Я, кстати, посмотрю, пойду после доклада. Будем надеяться, что у них все получится. Еще один вопрос касательно препаратов на основе бактериофагов. Может быть, поясните, почему на Западе их запретили к использованию? Да. Значит, одно из положений было то, что еще до конца непонятно, совсем ли они не будут трогать наши собственные клетки, и в какой они будут в прогрессии размножаться, когда они проникнут в клетки бактериальные в организме, и не будет ли плохо от этого не только бактериям, но и нам? То есть, если много очень вирусных частиц, не запустят ли они какие-то страшные механизмы, и, в общем, будет ли воспаление, не будет ли воспаление, будет ли реагировать на это иммунная система как-то? Это все-таки до конца еще однозначно нет ответов на это. Вот. Именно поэтому. Спасибо большое. И вам спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. У меня такие два обывательских вопроса. Первый вопрос. А в мозгах есть бактерии? В норме нет. Окей. И второй вопрос. Вот я не совсем понял. Если антибиотик действует на все виды бактерий, то антибиотики, пептиды, то тогда они, наверное, должны убивать как плохих ребят, так и хороших ребят? Или там как-то идет нацеленность? Вот вы плохих ребят убиваете, потому что вот у вас такая структура, а вот хороших ребят типа не трогайте. Нет, к сожалению, гибнуты хорошие и плохие. То есть с этим пока ничего не сделать. Если ты бактерия, то ты умрешь. Окей. А в таком случае, какова вообще эффективность антибиотиков, если они убивают все вообще? Как бы зачем это надо? Ну как? Ну вот если, допустим, лежит человек, у которого там температура под 40, у него пневмония ужасная, жесткая, то я как бы, не знаю, пожертвовала бы всеми остальными бактериями, если бы оказалась на месте этого человека и просто хотела бы избавиться от того, что меня сейчас убьет просто. Ну вот такие вот случаи, они не такая редкость, как вам кажется. Окей, понял. Спасибо вам. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артем. У меня такой концептуальный раздельческий вопрос. Вот вы сейчас занимаетесь чем-то вполне локальным, конкретным в своей лаборатории. А есть ли у вас картина мира вообще этой борьбы человека с бактерией? И какой самый главный враг? Что самое опасное для человека вот в этом мире бактерий? Самое интересное, что как вы думаете, где больше всего вот таких вот страшных инфекций получается? Да, вот где больше всего... Где человек может подхватить такое, чему ему не вылечиться потом? Бывает иногда. Кто сказал в больнице? Вот аплодисменты. Правда, действительно, это в больнице происходит. Самые страшные антибиотикоустойчивые штаммы как раз в больницах и получаются. И от внутрибольничных инфекций гибнет какое-то колоссальное количество людей. Особенно это вот на Западе характерно. Для Запада... Ну, у нас, конечно, это все не проверяют, скорее всего, просто. И статистики нет, никто это не считает. Вот. Довольно-таки опасными вот именно в этом плане очаги больницы. И потом, если это внутрибольничная инфекция, разнесется через родственников, скажем, там, другим людям. Чаще всего это вот метицелин-устойчивый штамм Staphylococcus aureus, который поражает дыхательные пути. Причем поражает, бывает, так, что потом от него никак не вылечится. Это очень серьезная бактерия, очень опасная. И косит просто и молодых, и старых. В общем, это страшная инфекция. Вот я бы его остерегалась. Я так периодически... У нас есть какой-то там штамм, по-моему, который я недавно проверяла. Я так очень боязно к нему подхожу. И все так вот спиртом, руки там несколько раз. Все, чтобы, не дай бог, никуда-нибудь не делась. Вот. Только в боксе, в стерильном все, чтобы ни в коем случае никуда не проникло. Вот самое опасное вот как раз вот в этом. Внутрибольничной инфекции и перенос их населению. Да, пожалуйста. А знаете, спасибо большое. А знаете, что в пчелином меду как раз и в воске содержатся антимикробные пептиды, о которых я и говорю. Это естественные наши помощники. То есть пептиды, которые действительно при употреблении меда... Там есть... Ой, господи. Честно говоря, я сейчас названия, наверное, не вспомню. Но в том числе там есть и у растений очень много антимикробных пептидов. Есть и соединения, которые убивают действительно микробы. И многие лекарства — это растения. То есть это здорово. И это нужно использовать. Конечно, мы ни в коем случае не должны отметать там растения, либо хозяйственных каких-то животных, которые могут нам помочь приобрести вот эти вот лекарства. Почему бы нет? Аллергикам? Ну, тут надо выбирать. Ну, из меда, например, вы берете, выделяете нужное вещество и действуете только этим веществом. Вполне, почему бы нет. Итак, давайте, кто у нас последний вопрос? Здравствуйте, меня зовут Миша. Я бы хотел спросить, может ли человечество отказаться в целом от услуг бактерий? То есть можем ли мы стерилизовать мир и жить дальше нормально? Мне кажется, мы и полусекунды не продержимся, если мы избавимся от всех бактерий. Это будет просто ужас какой-то. Нет, на самом деле, все, что есть, все, что в нас существует, мы не можем быть стерильными по определению. Это невозможно. Бактерии, которые с нами живут, которые в нас живут и нам помогают, мы не можем избавиться от этих симбионтов. Мы просто погибнем. Поэтому нет, мир стерильным сделать нельзя. При том, что куда вы денете вот эти горы мусора, куда вы денете эти все отходы, что будет происходить? И причем на нас тоже куча всяких эпителиев, там слущивается постоянно. Бактерия такая взяла, съела там что-то. Ну, в общем, я не знаю, это же нереально, абсолютно нереально. А можно еще вопрос, а то у меня микрофон уже давно. А где вы? Да, конечно, можно. А меня Евгений зовут, спасибо за лекцию. Я хотел бы поподробнее узнать про пептиды. На каком этапе сейчас находится разработка, на животных вы их тестируете, только в банке Петри они живут. Клинические испытания, когда планируются, если не планируются. Вот про это. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Да, на самом деле планируются, действительно, и они проводятся, более того. Но там всякие бывают сложности с развитием ответа на пептиды, либо со стороны бактерий. То есть бактерия иногда тоже обходит это действие. На клинических испытаниях выявляются как раз вот эти все промашки, которые допускают исследователи при работе с антимикробными пептидами против бактерий. И сейчас несколько из препаратов, есть местного применения препаратов на Западе, которые используются для лечения ожогов. Туда добавляют как компонент антимикробный пептид. Просто чтобы ранка заживала быстрее и ничего там не появилось. Или если там есть какая-то бактерия, то просто ее можно было таким образом убить. Но, к сожалению, для препарата, который мы можем взять, принять внутрь, такого пока нет. И до этого, к сожалению, еще далеко. Но я буду работать, чтобы это побыстрее произошло. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо большое.